Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хыван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами на одну достаточно деликатную тему, а именно о кукурузе. Ну вот это моя кукуруза, многие наши постоянные зрители, подписчики знают, что я увлечен выращиванием кукурузы необычной, кукурузы разноцветной. Ну а большинству из нас привычно жёлтая кукуруза, и конечно же эта кукуруза занимает огромные площади на полях и нашей страны, и в России наверняка, и в Украине, и во многих других странах кукуруза растёт навалом. Надо сказать, почему вот я вообще, о чём ролик и почему сейчас я о нём хочу сказать, в нашей стране, как и во многих других соседских странах, очень популярна кукуруза в початках, которую варят и которую употребляют солью там, ну кому как нравится. И что греха таить, многие, многие всё-таки ещё зарятся на фермерскую кукурузу, на кукурузу, ну у нас в стране остались крупнотоварные хозяйства, раньше они назывались колхозы, сейчас они называются очень по-разному, но суть от этого не меняется, по сути это огромное-огромное хозяйство, которое на больших площадях выращивают кукурузу. Кукуруза действительно в Беларуси стала царица полей, и некоторые люди, многие люди всё-таки всё ещё соблазняются, лазят в эту кукурузу, ломают там теперь початки для того, чтобы приготовить вкусную еду дома. Ну, отойду немножко в сторону и скажу о том, что на самом деле высокой диетической ценности в кукурузе для человека не так и много. Белок её неполноценен, она содержит значительное количество углеводов, что для людей, которые следят за своей фигурой, ну я на себя не намекаю, но многие, я знаю, следят за своей фигурой, избегают избыточного веса, это всё очень правильно, вот это избыточное количество углеводов, которое содержится в кукурузе, совсем-совсем не полезно. Ну, всё-таки, если это потреблять нечасто, нерегулярно, можно, в общем, себе позволить. В чём опасность потребления вот такой вот кукурузы с фермерских или колхозных полей? Ну, во-первых, это противозаконно. В отношении воровства сельскохозяйственной продукции с полей существует административная ответственность, и она достаточно большая в нашей стране, чтобы полностью отказаться от идей воровства вот этой кукурузы с полей, этих початков. Казалось бы, ну что такого, пять початочков сломал, ничего не будет, не убудет от этого поля, но это административная ответственность, во-первых. Во-вторых, это неэтично по отношению к фермеру, которому принадлежит это поле, или тому же хозяйству, которое сеяло, которое ухаживало, которое собирается собрать урожай. Но всё-таки идти туда и ломать всё-таки времена тех, когда всё вокруг колхозное моё, они уже прошли, к счастью. И это, в общем-то, частная или государственная собственность, посягать на которую, смотри, пункт первый, является административной ответственностью. Но вы должны помнить вот о чём. Когда я работал в инспекции по семеноводству карантинной защиты растений, я хорошо помню экспертные советы по включению тех или иных средств защиты растений, включая гербициды, инсектициды, фунгициды, в реестр средств защиты растений и удобрений. И очень всегда было много баталий по поводу того, можно включать, например, какой-то препарат для кукурузы или нет. Почему? Потому что он, например, предназначен для кукурузы на силос. А срок его разложения внутри этих растений таков, что когда будет убираться зелёная масса кукурузы с початками стадии молочной спелости, такой оптимальный вариант для уборки на силос, эти препараты там ещё не разложатся, и эти препараты не включались в реестр пестицидов. Но когда вы выходите на поле, вы понятия не имеете. Выращивается эта кукуруза на силос, выращивается она на зерно, какие препараты там носились. И я вам хочу сказать, что кукуруза является наряду с рапсом одной из тех культур, где химизация, где использование средств защиты очень и очень сильное и высокое. И вот эти остаточные дозы, знаете, мы вот говорили не так давно тоже, и другие блогеры поднимали эту тему, и очень хорошо, что внесение там гербицидных препаратов на газон и последующее использование этой газонной травы, срезанной в качестве мульчи или в качестве какого-то ещё удобрения, оно является токсичным для томатов. Но подумайте о том, насколько токсична может быть эта продукция, когда она убирается вами вне регламентов применения этих препаратов, вне регламента, когда ещё эти препараты здесь не разложились. Вы просто себя травите, травите. Кроме того, в последнее время очень популярно стало использование кукурузы не таких небольших початков, а вот таких ещё маленьких початочков, которые вынимаются из кукурузы буквально перед самым цветением початков. Это вкусно, это полезно, там много витаминов, действительно, там делают омлеты, закатывают эти початочки маленькие и так далее. Так вот опасность заготовки вот этих маленьких початочек с этих колхозных фермерских полей ещё больше, чем вот этих початков, которые находятся в стадии молочной или молочновосковой спелости, когда их нарывают для того, чтобы варить и потреблять с солью. Что ж, я призываю вас, выращивайте кукурузу у себя на участке. Не сложно она выращиваться, это очень просто. Посеял, подкормил и забыл. Соберите, сколько вам надо початков со своего участка. Ради бога, не ходите только в эту колхозную кукурузу. Не воруйте, не ломайте там початки и ни в коем случае не ешьте. Не покупайте ни в коем случае эти початки с рук, в переходах, где-то возле метро, даже на рынке. Не покупайте. Сколько бы справок вам не предъявили о том, что есть собственный участок. Понимаете, под справку сорвали 10 початков, а с колхозного поля 110. И всё это под эту справку продаётся. Ну себе, ладно, если люди взрослые, сколько нам осталось. Ну, кто его знает, кому сколько, но всё-таки. Но ещё не дай бог это всё давать детям. Это всё очень плохо, очень вредно. Лучше вообще не потреблять эту варёную кукурузу в пищу, нежели чем рисковать из неизвестных источников, тем более ещё деньги за неё платить и травиться. Что ж, надеюсь, вы услышите мой крик души и правильно меня поймёте, мою заботу о вашем здоровье и о вашем финансовом благополучии. Потому что если вы попадётесь, ну не знаю, как в какой стране, но в Беларуси, это чревато очень-очень большими неприятностями. Берегите себя, берегите своё здоровье, разумно относитесь к потреблению, разумно относитесь к миру, который вас окружает, и вот к тем растениям, которые вас окружают. Вырастите кукурузу, и тем более разноцветную, это будет не только красиво, увлекательно, но ещё очень и очень полезно. Гораздо полезнее, чем просто жёлтая кукуруза. На этом я прощаюсь с вами, надеюсь на понимание и всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова